Аризона, Пухля, Жулик, Ася и Тася. У хвостатых подопечных Мурдома разная судьба. Кому-то из них на долю выпали тяжелые испытания, от которых котики до сих пор не могут оправиться. Каждый из них хочет попасть в любящую и заботливую семью. Но пока кошки и коты ждут в приюте своих будущих хозяев, их общение с людьми сведено к минимуму. Поэтому приют Мурдом ждет всех желающих, кто готов пообщаться и провести время с животными. Люди могут сюда подойти, сначала посмотреть, определиться, потом уже прийти забрать. Либо, например, те же самые экскурсии, которые мы проводим, они также играют большую роль в том, что у нас ребята приходят, им кто-то очень понравился, родителям. Потому что ребята у нас приходят с родителями, родителям кто-то очень понравился. Соответственно, они потом приходят и уже забирают это животное. В этом году приют Мурдом стал призером конкурса «Православная инициатива» и выиграл грант на реализацию проекта «Дом, в котором мы живем». В рамках проекта волонтеры приюта проведут ряд городских мероприятий. Одно из них – это школа юного волонтера. Для участия приглашают детей и подростков от 10 до 17 лет. Предполагается проведение теоретических и практических занятий со школьниками. Теория будет включать в себя основы ухода за животными, их правильного кормления, лечения, как за ними ухаживать, как социализировать. Практические занятия, соответственно, будут уже в приюте. То есть ребята уже смогут познакомиться с нашими подопечными. Ряд занятий проведут кинологи из клуба «Акбар» и ветеринары клиники «Свой доктор». Занятия пройдут в воскресные дни в течение лета. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки. Помимо школы юного волонтера предполагается проведение праздника в парке имени Зернова. То есть это будет большой праздник, который также будет посвящен животным. То есть также будет там теоретическая часть выступления ветврачей, кинологов. Также это будет знакомство с животными приюта. Также проект «Дом, в котором мы живем» включает в себя проведение экскурсий для коллективов школ и детских садов. Часть средств гранта пойдет на закупку кормов и лекарств для кошек. Чтобы записаться в школу юного волонтера или узнать информацию о других мероприятиях приюта, звоните по телефону 8 930 716 88 27. После 16 часов в рабочие дни. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.